Всем привет! Меня зовут Алиса и мы с компанией Мир Рыболова решили попробовать новый формат видео Рыболовные новости Казалось бы, рыболовный мир тесен, многие здесь друг друга знают Но в России живет 144 миллиона человек И по статистике каждый пятый рыбачит хотя бы раз в год И в рыболовном сообществе, как и в любом другом, пусть не каждый день, но хотя бы раз в неделю происходят какие-то события Так что в этой рубрике мы будем рассказывать про людей, про спортивные мероприятия, про закон и, может быть, еще про что-нибудь интересненькое А кстати, поскольку эта рубрика новая и у меня пока нет студии, вещаю вам прямо с реки Главное событие недели, 56-я по счету выставка охота и рыболовство на Руси, которая проходила в экспоцентре Да, это та самая выставка, которая раньше была на ВДНХ, когда деревья были выше, трава была зеленее В общем, та выставка, по которой все скучают Если вы не в курсе, то у нас сейчас две выставки в России, самые крупные Это «Мир охоты и рыбалки в Крокусе» Я, кстати, на ней была на прошлых выходных, ссылочку оставляем в описании И вторая – это «Охота и рыболовство на Руси», которая проходит в экспоцентре И если выставка в Крокусе перетянула к себе всех лидеров рыболовного рынка Там много компаний, больших, с известными нам названиями То выставка в экспоцентре сумела договориться с Федерацией рыболовного спорта И Федерация рыболовного спорта второй год подряд на площадке выставки в экспоцентре Проводит награждение спортсменов по итогам всероссийских соревнований Награждают, кстати говоря, их деньгами, между прочим Это тоже с прошлого года у нас такое нововведение Охота и рыболовство на Руси в этом году не баловала нас рыболовными товарами Там больше сосредоточились компании, которые продают товары для охоты и для туризма Ну, здесь каждому свое Вообще, за ходом битвы выставок можно наблюдать просто как запалом с попкорном И пока, по мнению посетителей и участников, судя по отзывам, по комментариям, выставка в Крокусе лидирует Но выставка охоты рыболовства на Руси хочет в следующем году переехать на ВДНХ Так сказать, вернуться и показать, что есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах Так что посмотрим, посмотрим, какая выставка все-таки одолеет Раз уж мы заговорили про рыболовный спорт, то следующая новость такая Я даже ее прочитаю, потому что очень сложно выговорить Недавно было завершено рассмотрение апелляционных жалоб президента Федерации рыболовного спорта и членов президиума друг на друга Кажется странно, да, что это такое В общем, эту новость выложили в официальной группе ВКонтакте Федерации рыболовного спорта Суть в том, что в 2022 году Федерацию рыболовного спорта России возглавил новый президент Александр Комиссаров Человек пришел со своими амбициями, со своим видением рыболовного спорта, с новыми проектами Которые не понравились членам президиума, которые уже давно заправляют федерации, организуют все мероприятия В общем, как бы новое руководство, старое руководство сошлись и что-то не поделили В итоге мужчины настолько не сумели договориться, что подали друг на друга в суд за оскорбление За причинение морального вреда комиссаров президент подал в суд иск на, внимание, 18 миллионов рублей на членов президиума На 6 человек, которые против него написали какую-то бумагу А члены президиума, то есть оппозиция, которая против него во главе с Колесниковым Подали на него, как бы, встречный иск тоже за компенсацию морального ущерба за оскорбление на 1 рубль Ну, то есть, как бы, дело не в деньгах, а в защите, чести и достоинства И, в общем, этот суд решил выплатить комиссарову не 18 миллионов рублей, а 60 тысяч рублей Ну, и также он обязал комиссарова выплатить Колесникову 1 рубль, который, как бы, тот просил за моральный вред Плюс еще они заплатили за судебные издержки, которые, в общем, потратили в ходе этого судебного разбирательства И, в общем, новости эту выложили сейчас на сайте, точнее, ВКонтакте Федерации рыболовного спорта в группе Вот вопрос, зачем, зачем нам эта информация? Как бы к Федерации, и без того есть вопросики И мне кажется, что это просто информация, которая ее как-то порочит, вызывает еще больше вопросов В общем, выносит ссоры из избы Зачем это? Я не знаю Если вы знаете, напишите в комментариях А теперь о событиях грядущих С 8 по 10 октября на Волгоградском водохранилище в Саратове пройдет финальный этап Пал! Будет битва не на жизнь, а на смерть Как всегда, по традиции 20 экипажей После первого этапа лидируют киборги Петерцов, Елисеев За кого вы болеете, кстати, напишите Интерес в том, что практически в это же время С 3 по 7 октября на этой же акватории будет проходить чемпионат России по спиннингу с лодок То есть это еще 60 экипажей 60 плюс 20, представьте, 80 заряженных паноптиксами, лучшими удочками Этими приманками лодок будут ловить эту бедную саратовскую рыбу Она будет накалываться, пугаться В общем, это будет нелегко Это будет нелегко, но, тем не менее, это будет очень интересно Кстати, Пал является площадкой не только для развития рыболовного спорта И лучших гидов в стране, и самых дорогих Но и для творчества, между прочим, кто бы мог подумать Самый скандальный бывший участник Пала Петр Денисов Объявляет о том, что проводит первый в России рыболовный стендап Стендап То есть это не мастер-класс, не лекция о том, как вязать поводки, как выбирать удочки А вот прямо шоу, выступление, ну вот как в комедиклабе Все это мероприятие пройдет в Дзержинске Там небольшое количество посадочных мест Но Петр нас всех успокоил, что будет вестись видеосъемка, конечно же И мы с вами можем посмотреть, что это такое Мне кажется, крайне интересное и необычное мероприятие для нашей индустрии И кто знает, может быть, если зайдет, то Петр поедет с Чосом по всей стране А может быть и другие харизматичные паловцы возьмут с него пример И тоже будут организовывать свои шоу А теперь новость из разряда «Как страшно жить» Значит, на прошлой неделе завершилось судебное разбирательство по факту убийства рыболовного гида Суть в том, что 27-летний парень из, я прошу прощения, из Сызрани Поехал на рыбалку с гидом Они заранее договорились о стоимости, о том, куда они поедут Видимо, рыбалка этого парня не устроила И после он не захотел за нее платить В это время у них завязался с гидом спор, который перерос в драку И в итоге подсудимый нанес потерпевшему, ныне покойному, 11 ножевых ранений После чего он на лодке убитого гида в Сызрань обратно приехал в город Из его лодки еще на 300 тысяч вынес всякой техники и вещей, удилищ и всего прочего И уехал Его нашли, в общем, поймали, посадили в тюрьму Но случилось это все в 2021 году То есть прошло 3 года, и только на прошлой неделе завершился суд В итоге приговор 13 лет колонии строгого режима Как вы считаете, это справедливый приговор или, может быть, маловато? Напишите в комментариях Вообще, на самом деле, просто ужас, как страшно знакомиться с людьми в интернете Ну а закончим мы наш новостной выпуск на хорошем с верой в людей В Брянске прошел первый рыболовный детский фестиваль школы номер 28 Участвовало 13 детишек с 1 по 9 класс Организатором этого мероприятия является Николай Комшуков Обычный работяга, между прочим, который трудится составителем поездов в РЖД Очень сильно любит рыбалку и бесплатно помогает детям и взрослым освоить рыбалку То есть и папы, и мамы иногда обращаются даже за советом Не у каждого из родителей есть возможность купить своим детям какие-то рыболовные снасти Поэтому у Николая и его зарождающейся, так сказать, организации есть спонсоры Это компании Норстрим, Серебряный ручей Это Петр Денисов, да-да, тот самый Петр, который мальчиш-плохиш, стендап Оказывается, что он занимается благотворительностью, представляете? Еще это Алексей, который пожелал остаться инкогнито И добрые люди с русфишинга О них нам тоже рассказал Николай Очень приятно, что есть такие люди Я считаю, что на них вообще в целом держится вся страна И побольше бы таких Друзья, ну а у меня на этом все Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца Пишите в комментариях, как вам такой формат Как его еще можно улучшить Желаю вам трофейных душевных рыбалок и хорошего настроения Всем пока!